И снова о наболевшей теме. О ситуации с технологической аварией на очистных сооружениях в Купеленке. 23 апреля один из шатров аэротенков вышел из строя и стало необходимо переместить всю нагрузку на второй аэротенк. Сейчас этим занимается Видновское ПТО городского хозяйства. Ситуацию прокомментировал глава Ленинского района Олег Хромов. Застройщик за свой счет приобрел все необходимое дополнительное оборудование для того, чтобы улучшить ситуацию в сохранившейся аэротенке. До 5 мая это оборудование было поставлено и установлено. В настоящее время проходят пусконаладочные работы, которые для того, чтобы восстановить полностью среду в аэротенке, который сегодня работает, необходимо 3-4 недели. По прошествии этого времени неприятный запах в районе очистных должен практически исчезнуть. Ликвидировать полностью вот такие вот периодические выхлопы и неприятный запах можно будет только полностью модернизировав или реконструировав данные очистные сооружения. Этим заниматься должен застройщик, у которого есть юридически взятые перед нами обязательства. Они закреплены соответствующим договором к конституционному контракту. Есть соответствующие протокольные поручения на уровне заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Владимировича Пестова, где данная организация должна выполнить все работы и данные очистные сооружения должны работать в нормальном штатном режиме. На полное устранение аварии уйдет не один месяц, но в долгосрочной перспективе рассматривается вопрос модернизации лосов и подключения их к городской канализационно-насосной станции. Очистные сооружения, которые находятся сегодня на территории микрорайона Эковидная и Купеленка, можно будет модернизировать в канализационно-насосную станцию. То есть они будут просто принимать стоки, перекачивать их на городскую канализационно-насосную станцию и тем самым они не будут самими источниками выбросов в реку Купеленка. То есть это все будет перекачиваться на московские очистные сооружения. На настоящий момент по данному направлению ведутся предпроектные работы.